«Дыхание Родины» – название экспозиции, распахнувшие свои двери в художественном музее крепости. Более сотни уникальных работ в разных техниках, разных жанрах рассказывают о Бресте – солнечном и туманном, о его просторных проспектах и малых улочках, таящих большое количество загадок и тайн. Каждый мастер, будь то начинающий художник или опытный автор, постарался вложить в представленные работы что-то свое, рассказывающее новую, отчасти личную историю, связанную с городом над Бугом. Мы живем в нашем городе, городе Бресте. Это наша земля, она кормит нас всех, мы все его любим. Мы, как художники, вносим свой вклад в дело развития культуры Брещины и Белоруссии. А что касается посетителей, это также наши граждане. Нам очень важно мнение каждого, мы будем учитывать это мнение и будем стараться в своих работах показывать свою любовь и свое творчество. Выставка «Дыхание Родины» стала своего рода дебютной площадкой для многих начинающих художников, сегодняшних школьников. Проводя такого рода вернисажи, организаторы стараются дать шанс ребятам показать себя, чтобы уже после развивать сотрудничество с молодежью и дальше. Мы планируем, чтобы лучшие из тех школьников, которые покажут замечательные успехи в изобразительном искусстве, в творчестве, чтобы они не исчезали потом, а являлись друзьями нашего общества, а затем полноценными членами нашей организации или ряда других организаций, которые есть в Бресте, чтобы они поднимали культуру и чтобы Брест действительно стал культурной столицей СНГ, как планируется он быть в следующем году. В рамках празднования тысячелетнего юбилея Бреста в городе пройдет большое количество мероприятий. Свой вклад в этот процесс хотят внести и участники выставки. Многие из них уже задумываются над тем, что напишут в ближайшее время в честь города и добавляют, здесь есть о чем рассказать и что показать. Это вообще не родной мой город, но я тут очень давно уже живу, с 80-го года. Город, ну как вам сказать, он такой компактненький, приятный, чистенький, ну тут не может не вдохновлять. Ну и люди очень, что мне очень приятно, вот на протяжении стольких лет, люди здесь очень хорошие, очень хорошие. Так что вдохновение, конечно, можно черпать, черпать и черпать. Несколько полотен экспозиции были переданы в Дармузею и совсем скоро пополнят его основную выставку. Анастасия Нездрим, Плотницкая, Дорт Бакуночь, Дмитрий Лазарчук, Телекомпания, БУК-ТВ.